Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости телепроекта Дом-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылку смотрите ниже, в описании к видео. Алекс Гулиев недавно отказался от отношений с Русланой Мишиной и съехал в мужскую спальню. Он поставил Руслане условия, вернется к ней только если они полетят на Сейшелы. Причем не вдвоем, а в компании с Сашей Харитоновой, с новенькой Татой и с Аленой Юдиной. Руслана пишет «Зачем мне ехать, чтобы унижаться перед всей страной? В данном случае я выгляжу в роли тряпки. Но я не вещь какая-нибудь, у меня свой характер, я достаточно сильная личность и такие отношения не для меня. Я жду достойного взрослого мужчину, который будет меня любить, ценить и уважать». Мы уже рассказывали про отдых Вики Романец в клубе и как она провела последующую ночь в комнате Андрея Черкасова. Теперь Андрей делится подробностями этой ночи. Если ему верить, то Вика пыталась добиться от него интимной близости, но у нее ничего не вышло. Черкасов в грубой форме объяснил ей, что между ними ничего не будет, но Вика может остаться в его комнате, чтобы поспать или же он просто выставит ее вон. Когда Вика проснулась утром, ей стало ужасно стыдно за свое поведение. Она извинилась перед Андреем и пообещала, что такого больше никогда не повторится. Поклонники Романец были разочарованы, когда узнали о такой выходке своей любимицы. Ведь совсем недавно она уверяла, что потеряла всякий интерес к Черкасову, а теперь унижается. Саша Артемова находится в депрессии. Она пишет, «Мое состояние ухудшается с каждым днем. Меня перестало все интересовать, мне надоело сопереживать, мне не хочется никого понимать. Я, наверное, совсем старая душой, меня не тянет на гульки. Мне бы дома с собакой, чай покрепче и тишину потише». А вот Саша Харитонова за активное времяпровождение. Она объявила персональный кастинг и приглашает парней к себе. Саша написала, «Дорогие и обожаемые мужчины, я объявляю кастинг в кафе город любви. Если ты смелый, привлекательный и с хорошим чувством юмора, я жду тебя. Буду общаться лично». Так что, мужчины, приходите, Саша ждет вас. Илья Яббаров, наверное, самый главный антигерой проекта. Он откровенно раздражает большинство телезрителей. И вот Илья показал человека, которому он благодарен за то, что уже около года находится на Доме 2. Это кастинг-менеджер Светлана. Она сумела разглядеть в нем задатки популярного участника реалити-шоу. И только благодаря ей Илью теперь узнают, и он популярен на всю страну. Еще один антигерой проекта – это Ольга Рапунцель. Про Олю давно ходят слухи о том, что у нее есть ребенок. Это дочка, она ее тщательно скрывает, и сейчас она находится на попечении бабушки. Так вот, появилось подтверждение этим слухам. Это запись, которая была сделана в момент приват-трансляции. Уже давно известно, что до проекта Оля зарабатывала себе на жизнь тем, что занималась виртуальным сексом за деньги, показывала свои прелести онлайн. И на одном из таких пикантных видео был слышен плач маленького ребенка. Сама Оля даже бросила все дела, чтобы успокоить девочку, которую она назвала Маргоша. Но другие зрители считают, что это была всего лишь кошка. И напоследок расскажем о состоянии здоровья Светланы Устиненко. Полтора года назад ей поставили страшный диагноз – опухоль мозга. В сети появились слухи о том, что Светлане Михайловне стало хуже, и она даже якобы потеряла память. Но это не так. Саша Гобозов опроверг эти слухи. Он написал, что это неправда, она все прекрасно помнит. Да, чувствует она себя не очень, но это нормально, учитывая, что человек проходит курс химиотерапии. Это очередной курс, просто Светлана Михайловна решила лечь в клинику, чтобы быть под наблюдением врачей. Так ей спокойнее. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!